Всем привет, с вами Дмитрий Михайлов, вы на моем канале Коминбай. Я продолжаю обзор дымоходов компании Eremios. На данном этапе я буду показывать те элементы, которые вам будут интересны. Стандартные элементы, которые можно увидеть, либо там пощупать, потрогать на стендах у дилеров в различных регионах, вы можете, но есть нестандартные элементы. И вот они мне как бы очень интересны, я думаю, и вам они будут интересны, потому что есть чему учиться, есть те элементы, которые никто не делает и можно только увидеть в Европе, либо у аналогичных производителей. Идем, смотрим, я сейчас разверну видеокамеру и будем делать обзор по элементам каждой с деталями, потому что деталей здесь у компании, у производителей очень много, потому что деталям они уделяют довольно большое время, потому что элементы все получаются трудозатратные и, соответственно, где много труда, там и цена растет. Вот этот вот стенд, на который классическая система представлена, если мы будем снизу, это же снова стендовые варианты. Внизу ставится сборник конденсата, сборник конденсата проварены, идет без штуцера, но это, наверное, как эксперимент просто, потому что обычно я видел у них со штуцерами идут выхода одна-вторая. Очень такой интересный элемент, который мне понравился, это вот такой вот флажок, который позволяет сделать прочистку дымохода. Интересная вещь, и это уже реально европейская адаптация. Почему? Потому что они ограничены про пространство, то есть если вы возьмете стандартный тройник прочистку, который используется в системах дымоудаления, ну, к примеру, мы возьмем вот эту. Видите, насколько хобот выступает? Намного. То есть в районе посадка там 6 см, плюс еще какой-то перешейк, и в районе 9-10 см у вас идет выступ. А вот в этом варианте для прочистки никакого выступа нету, особенно если эта станация происходит готовой кирпичного канала, ну, довольно удобно прочистку сделать. Ну, я, естественно, для себя возьму на вооружение. Очень много прочистных элементов у них есть, дальше вы все увидите. Ну, весна уже, это какой-то кусок элемента, вот этот переход, он также собирается по конденсату. Здесь плюс, гофро плюс, видите, все идет через конденсат. Снова соединительный элемент, снова выход идет у нас на котел, на топительный какой-то прибор, и снова же переход, муфта. Все. И наверх заканчивается уже как хотите. Если мы будем брать, что и представим, что это кирпичный дымоход, то просто накладка ставится на кирпич, привязывается, каким образом, это уже все индивидуально. Ну, это готовое решение. Наверх хотите грибок, не хотите, дефлектор, либо другую средство защиты, это уже ваше решение. Вот у нас право вариант еще стоит утепленный с классической системой через тройники. Смотрите, внизу, ну, это все то, что вы видите внизу, это просто опора для стенда, это не основа. Вот этот патрубок, да, вот этот участок трубы можно ставить для того, чтобы приподнять вот этот сборник конденсата. Сборник конденсата также идет утепленный. Все через хомуты собирается. Хомуты, кстати, я еще их не изучил. Крутая идет дверца вот с таким вот уплотнителем, но внутри еще, помимо этого, помимо одной дверцы герметичной, еще идет такая вот защелка. То есть серьезное, серьезное очень решение. И все швы, они проварены полностью от начала до конца. Ну и вот мне помогли с ручкой. Такая ручка идет в комплекте, я видел на производстве, она идет так вот приклеена. То есть при поставке ее потерять нельзя. Ну вот, шестигранничек закрыли. Еремея остается только. И все. Дальше хомут идет. Вот эта насадка боковая. Переход с голой трубы на утепленный. Она не утепленная идет? Утепленная в этой части. В этой части утепленная. А, в этой части утепленная. То есть эта насадка утепленная, а ее длина примерно вот сюда. Насадка 80 миллиметров и 80 миллиметров, может 110. 160 до 200 миллиметров. Она также идет утепленная. И здесь у нас получается уже тройник, также по конденсату хомутик. Вот мата, которую используют. Маты рукволовские. 35 миллиметров изоляция. 32 меня поправляют. Дальше, конечно, Еремиес. Немецкие дымоходы. И насадка верхняя. Это такой боевой боекомплект, как я их называю. Сейчас попробуем заглянуть вовнутрь. Все просто. Насадки у них отличаются, конечно. Они не конусные, они такие интересно сделаны. Но интересно. Такой европейский отличается, конечно, от наших конусновидных. И те, которые ко мне попадаются на рынок. Идем дальше. Что по тройникам? Вот тройник стандартный под 90 градусов, либо под 87. Здесь на нем не написано. И также система минусовая часть выходит. Здесь идет уже плюсовая. Плюсовая. И система пошла по конденсату. Внизу также труба утепленная, отцентрованная. Вот элемент, который производственники обращаете на это внимание. Если начнете делать, используйте это как конкурентное преимущество. Потому что этот производитель смело может заявлять, что у него конденсат не потечет вовнутрь. И это обосновано. Даже на 90-х. У меня, когда есть элементы, я под 45 делаю. Но то, что не ленятся делать под 90-е, полностью все проваривают. Но это огромный просто труд. Плюс здесь швы также все провариваются. И все это потом зачищается. Вот такая же рядышком стоит прочистка, которую я вам показывал. Ручка в полимерном исполнении. Да, вы видите, что полимерка. Это полимерка зеркальная. Нет у них мощностей, чтобы полимерить. Поэтому есть подрядная организация, которая наносит краску. Но проблем нет. У параллы, наверное, все цвета, да, можно под заказ. По заказу можно все цвета, а красить и нержавейку. Красить только нержавейкой, 304-й, скорее всего. Да, и 304-й. Так, давайте пораскрою. Здесь именно используется 0,6 мм труба. Да, 0,6. 316-й. 316-й, 43-й, 01. Да. Вот аббревиатура. Ох ты. А вот это, парни, тюссенкруп. То есть, помимо круглых диаметров, еще изготавливаются и овальные. Овальные лицовидные. Здесь такая же вот прочистка, хитрая. Ну, она мне реально понравилась. И... ну, очень интересная вещь. Очень мне понравился еще угол 90 с прочистым карманом. И прочистной карман, который идет вот на такой, на таком элементе, на таком шарнирщике. То есть, вы вытягиваете его, и у него здесь лепестки зажимают и не дают назад хода. То есть, довольно плотно. Здесь также все проваривается. Проваривается. И для прочистки, для горизонтальных участков это довольно важно. Вот такая заглушка. Это Европа. Европейцы такие делают. У нас пока, я у итальянцев, у экспоинекса наподобие видел, там немножко по-другому. Но они вот этим прочистным элементам уделяют очень много внимания. Очень много. Это один из вариантов прочистки. Также роликовая сварка. Здесь же чистили. Вся система, еще раз упоминаю, по конденсату только собирается. Плюс-минус 6 сантиметров на посадку. Вот еще один элемент прочистки. Тоже угол 90 градусов. Здесь уже защелка. Все крепежные элементы используются только из нержавейки. И здесь такая матрешка, силиконовая манжетка. Вот эта матрешка тоже откручивается. А там дальше что мы увидим? Вверх поднимайте. Сейчас разберемся. Ага. И вот такая вот зажимчик. Такой крепеж получается. Видите, все проварено полностью внутри. Ну да. Это очень трудоемкий процесс, чтобы изготовить эти все вещи. Поэтому, не знаю, на розничном рынке в таком исполнении, конечно, не проходные вещи. Но вот промышленные объекты – это вполне классное решение. И плюс, пообщавшись с руководством, у Европы довольно большой опыт в исполнении. То есть, если у них нет своих каких-то ответов, обращаются в Германию, им предоставляют все ответы на поставленные вопросы. Вот еще один вариант прочистки. Просто заглушка. Но этот, если честно, мне не нравится. А вот эти мне вещи нравятся. Система дальше идет у нас по квартирному отоплению. Да? Да. Это по квартирке. Это ревизионный элемент. Это просто стендовый элемент. Вы не обращайтесь, что в нем сделано отверстие внизу. Это просто экспозиция. То есть, идет такая вот заглушка. И дальше я вам вид сверху сейчас покажу. Сборник конденсата. Вот здесь все заглушается. Отсюда выходят газы. А с этой полости подступает воздух. Если мы будем смотреть дальше на стенде, который сейчас перед вами, снизу, это по квартирное отопление, подача воздуха идет у нас вот из этого места, а выход газов идет из внутренней трубы. Это, если не ошибаюсь, 61-100, да? 60 на 100. Да, 60 на 100. Все. Ну и так же все по конденсату пошли. И у нас дальше. И вот это вот решение довольно интересно. Вот из этих мест поступает воздух, а вот отсюда выходят газы. Задал я вопрос о том, есть ли рекламации про промерзание здесь. Ну, на данный момент нет. Интересно, почему? Может из-за проветривания, может быть еще какой-то хитрой конструкции. Так. Ага, здесь блинчика сверху нету такого, как вот я вам показывал на обзоре на производстве. Ну, работает все, поэтому вопросов не должно возникать. Дальше у нас идет тройник. Это одно и снова же решение для котлов, коксиальных дымоходов, турбированных котлов с закрытой камерой сгорания, где выход есть 60 на 100. Это очень хорошее решение. Объясню, почему. Вот отсюда идет у нас, единственное, что это, наверное, нижняя часть. Да, это нижняя часть, потому что вот это вот верхний может смотреть. Если мне его сейчас помогут перевернуть, вот так. Это другой разговор. И вот что у нас есть. Газы выходят сюда, воздух берется снова уже из этого пространства. И то, что вы отверстие видели снизу, чтобы птички не попадали, чтобы мусор не попадал, отсюда уже из воздуха, из улицы забирает котел сам то количество воздуха, которое необходимо. Ну, а дальше у нас идет уже сама утепленная труба. Это очень важно. И она утеплена также 32 мм. И снова же врезка, которую вы видите, вот эту врезку, она также проварена, чтобы конденсат не попадал вовнутрь. Есть также сбоку еще один элемент, тройник. Это ревизионный тройник, видимо, с избыточным давлением, где работает, чтобы не выпуливало. Прочистной карман, который идет с прокладкой графитовой, да? Металлографит. Металлографитовая прокладка. И здесь все на барашках, гайки-барашки, да, как на трудах учили. Интересно, шов стоит, все раструб, ну и здесь у них идет соединение. Дальше элемент также идет с прочисткой. Здесь прочистка, наверное, с прочисткой. Элементов очень много. Так, сейчас отщелкнули. Отщелкнули. Так, здесь утепленная труба. Это просто, наверное, прочистка, да, я так понимаю? Дополнительно. Это один из вариантов прочистки. Ну, как это можно использовать, либо этот, либо этот, я так понимаю, да, вариант? Так, это может быть подключение еще идти. Да. Сейчас здесь стоит заглушка. Совершенно верно. Здесь заглушено. Если нужно подсоединиться, подключение может быть. Таких подключений может несколько быть. Там, на две стороны. Ага. Проблема. Изготавливается тройник с двумя входами. То есть это решение очень полезно будет для тех, кто не определился, какой и когда у него котел будет. Можно просто оставить на какой-то высоте, в зависимости от того, какой у вас отопительный прибор. Оставить вот эту вот заглушку, а потом со временем сюда подключиться. Ну, интересно, да. Вот сюда подключение будет. Верхнее. А, это прочистка будет. Это все-таки ревизионка. Да, это ревизия останется, да, исправляем. Может быть. А это все-таки заглушка убирается, сюда ставится. Да, заглушка убирается, да. Заглушка вот эта ставится, сейчас стоит на стяжном хомутике. Да, обязательно хомутик. Ага. То есть на какой-то этап, наоборот. Окей. Заглушает, это открывается, а та остается как ревизия, так и остается. Она только остается до ревизионки. Да, то есть разнотопительные приборы можно включать. Очень интересный и заслуживает отдельного внимания. Это вот эта вот вещичка, шарик, 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 шарик. Я вообще не сторонник таких вещей, но здесь узнал одно но. Не сторонник, потому что у них замерзают подшипники, особенно крутелки. Это раз. И в наших условиях у меня встречались, когда отмерзание полностью происходит, вот этих вот элементов. Здесь собирается большое количество конденсата, и он промерзает. Особенно это касается твердачей. Но здесь есть одна особенность, которую мне сказали, которая не позволяет замерзать элементу, который крутится. Здесь используется не шариковый, не игольчатый подшипник, а используется графитовый подшипник, который не замерзает. Ну да, интересное решение. Интересно. Не знаю, получится ли у меня когда-нибудь такую вещь испытать, но если она попадет мне где-то на обзор, если я ее поставлю, то вы об этом будете знать. Потому что я вообще не сторонник таких вещей на твердачах, на газовых котлах. Я не люблю такие ставить вещи. Есть такие вот компенсаторные вставки. Очень много делают элементов, то есть у нее еще какой-то есть излом радиусы, ну и плюс она, видимо, где-то под давлением, когда используется. Это температурное расширение газоплодных систем. Интересная вещь, но это промышленность. Но если честно, ее можно и применить, я скажу, где ее можно применить. На одном дымоходе, который используется под камин. Можно, но достаточно дорогостоящая. Дорогостоящая вещь. Есть изготовление самого вот этого элемента. Да, промышленности. Потому что за счет чего у меня очень много часто вопросов. Много есть решений для того, как уйти от расширения металла, чтобы топку не раздавить. Но это всего лишь один из вариантов, который можно. Потому что я на нее сейчас смотрю и на ровном месте придумал такой элемент. Да, ну ладно. Поехали дальше. Еще есть такой вот элемент оголовок. Много-много-много грибков. Где он используется в основном? На любом проекте. Это заглушки откручиваются и там доступ есть к нему, так? Вот эта крышка скидывается, так понимаю? Да. Трубочист может спокойно и асшор туда зайти. Да, для обслуживания. Если у вас твердач открыли, вот эти вот барашки открутили, то у вас доступ есть внутрь. Прочистили дымоход и поставили. Ну и интересное решение. Очень-очень интересное. Идем дальше. Я здесь вкусняшки оставил на концовочку. Одна из них. Это вот этот вот элемент с подпорным коленом. Угол 90 градусов с опорой. Интересная вещь. Да, иногда в каталогах я их вижу, но вот она у меня в руках. Также роликовая сварка. Да. Ролик, раструбное соединение. А почему здесь плюс-плюс сделано? Было больше. Это для того, что если на что-то подставку, она может одеваться. А, на минусовую часть. На самую форму, которая имеет длину на форме пластинок. И вы подружную высоту подрезали и одели. Это на месте. Все, согласен. Ну вот, все слышали от первоисточника. Так же все собирается по конденсату. Сборники конденсата все проваривают. Эта длина разная. Ну, у вас на штуцерах я же видел, да? Есть и резьбовые. Резьбовые и обычные. То есть здесь нету. Разной длины. Да. 80 мм, 100 мм. Вот здесь 250 мм. Как... Ага. Так же идет с хомутиком. И такой еще, такой интересный элемент. Подержите эту спробу. Так. Если сделать вот так, то эту систему можно разобрать. Я такое решение, если честно, первый раз вижу. Это большая часть используется, если в шахте установлен дымоход. В шахте сделано. Станавцы сделали. Большое отверстие. И после того, когда уже подключают, оборудование, допустим, не висит в квартирах, все. После этого коротенький элемент вы повернули и у вас закрылось. Да, я это, если честно, для себя на вооружение возьму. Объясню, почему. Спокойно можно спустить вот этот тройник. Если у вас шахта 250 на 250, 5 кирпичей, спустить 10-15 метров. Рассчитать таким образом на каждую квартиру, где будет выходить тройник. А в квартире просто сделать аккуратненько алмазным сверлением, либо короночкой. Сделать отверстие. Скорее всего, это коронка будет, потому что в кирпич. И потом у нас только будет выходить из-за кирпича такой патрубок, он внутри шахты будет, скорее всего. Просто вставили вот этот вот патрубок, и все, у вас готовое решение. Вам не надо штробиться там по полметра для себя. И вот этот элемент на вооружение возьму, это 100%. Вот этот элемент. Вы могли, кстати, я оставлю ссылочку. Я наподобие сделал такого элемента, когда я немножко уходил от законности установки дымохода на кондиционный котел. Я так же примерно сделал. Ссылочку внизу вам оставлю. Есть так же элементы, вот такие вот, не гофрированные, вернись его, сегментные, четырехсегментные, где можно регулировать угол элемента. То есть резко, если вы ограничены где-то, вы спокойно раскрутили, так как вам надо, вы можете по оси сместиться. Есть каталоги, конечно, эта вся информация указывается в каталогах, на какое расстояние можно сделать смещение. Но в итоге мы вот на ровном месте сейчас за пару секунд вышли на 90 градусов практически. А можем выйти на 80? Да, можем на 80. А еще очень важно, что здесь еще дополнительно стоит прочистка. Но это снова же, вот этот элемент только делайте под водящим дымоходом. В основном дымоходе его не используйте, потому что вот из этих вещей, вот из этих соединений идет конденсат. Только на подводке, подключение к основному дымоходу. Так, по гофре я сказал, так же еще элементы используют коксиальные дымоходы. Они что-то сами могут производить, что-то привозят в других заводах. В Польше очень сильный завод, как я пообщался, который настроен на массовое производство. И очень интересно, здесь вот такой вот фланец монтажный, который позволяет открутить. Он также из нержавейки сделан, они его полимерят. И потом на месте уже закрыть монтажное отверстие неровное. Он довольно широкий. И как декоративное, это то же самое, что вы в квартире, когда ремонт закончился. Когда вы плинтус приклеили. Вот здесь все то же самое. А когда заканчивается работа дымохода, монтажа, это когда установлен такой вот фланец. Искор-гостители еще такие вот делают. Сечение сетки. Сколько здесь? 10 на 10, наверное, да? 10. 10 на 10, тоже довольно такой массивный элемент. Это вы сами здесь делаете, да? Ну, вещи есть. Я, конечно, не советую такие вещи ставить, но они есть, имеют право на жизнь. Если вы ставите такой элемент, то топите только сухими дровами. Только сухими. Есть стабилизаторы тяги, различные стабилизаторы. Промышленные вы видели внутри, когда я делал обзор. Это такие больше бытовые, разный диаметр. Это, наверное, накладка на 150-е. Регулировка по паскалям тоже устанавливается. Ну, и здесь тоже контргрузик, который позволяет и ремес, дымоходные системы. Отрегулировать тягу. Это очень важно для котельщиков. Потому что вон на стенде, на синем дымоходе он есть. Про эту коробочку я вам потом расскажу. Есть такие вот различные хомуты. Вот этот хомут с керамическим волокном, который используется, если у вас минус-минус части вышли, примерно для подключения котла. Вы можете зажать его. Делается он из полторашки, что ли? Полтора. Полтора миллиметра, полтора-два миллиметра, плюс дополнительная еще керамика. Керамика здесь на самотлейке, которая удерживает больше тысячи градусов. И, конечно, крепежи все из нержавейки. И компания знает, что вот в этих местах, когда зажимать будут, вываливается, точка может отвалиться. И здесь проварили. И здесь приварили с этой стороны. Я вот про этот шов. Конечно, все закрасили. Еще. Просто пассивировано. Просто мыто. Это что? Воздушный какой-то клапан, да? Да, это клапан, наверное. Воздушный какой-то клапан. Говорю, много решений именно для промышленников. Это для обратного потока. Композиция закрывает обратный поток. А, обратный поток, чтобы не зашла вам помещение. Да, да, да. Так собирается. Потом, если создается какое-то давление обратка, идет тяга, и он открывается. Да, за счет тяги. Если пропадает тяга или обратный хлопок, чтобы не задуло котел, он закрылся. Чтобы не отключился котел, не дай бог, там никто не угорел, он отключит. Ну, это действительно интересно. Говорю, много-много очень интересных решений промышленных. Еще один из элементов, который я увидел, изготавливался этот элемент под заказ. И сейчас я вам его покажу, как вы можете... Это, да, опытный образец. То есть, если есть какое-то техническое задание, я в компании готовы сделать, попробовать, но они заинтересованы. Это шиберная заслонка с удлиненной ручкой. По ней я в конце вам покажу. Здесь, на что я обратил внимание, если мы ее будем поворачивать, керамический шнур проложен. Здесь она в два слоя, и керамику зажали за счет того, что соединили болтовым соединением. Все шиберы так изготавливаются. У вас все шиберы поворотные? Все шиберы, да, поворотные, изготавливаются именно с керамическим волокном. Там три элемента. Центральный диск и два круга. Они зажимают между собой именно само волокно. Здесь три слоя. Раз, середина, два. На него наклеивается керамическое волокно. Внутренний диаметр больше. Эти два меньше. Они закрываются, и за счет этого он герметично закрывает. Если нужно произвести какой-то ремонт, не дай бог, ну, такое не случается, но это все на шмолках. Можно разлютить. Хорошо, а вы делаете же, я видел, по-моему, еще прорезь есть, да? Это герметично, я так понимаю. Тогда герметично, но есть же не герметичные. Есть не герметичные, да. Они могут быть с прорезью. Это в основном одностенная система. А прорезь, наверное, сколько там, процентов 20-25? По-разному. Есть каталоги. Есть каталоги. Такие вот каталоги. В каталогах вся информация есть. Я не буду его сейчас представить, он очень большой. На сайте присутствует. Вы можете, да, на сайте. Я вчера перед приездом в Москву посмотрел этот каталог. Он есть в доступе, в электронном. Там также установлены еще программы, которые вам могут быть полезны. Ну, а здесь самое такое решение, с которым я практически всегда сталкиваюсь. Смотрите, проток из нержавейки, скорее всего, это восьмерка. А в конце приварили десятка. Десятка, а в конце приварили просто две гайки. А теперь смотрите, что делают. Вы берете обычный баллонный ключ, да, жигулевский. Прикрутили вот такую вот ручку. И можете регулировать открывание и закрывание. Представляете? Ну, единственное, что здесь, конечно, какую-нибудь отметку надо поставить, как открыть, как закрыть. Это довольно важно. Все. Не надо ничего придумать. То есть, это заподлицо, либо вообще спрятано где-то под отделкой. Вы просто вставляете ручку и а-ля-ля тепло и перекрытие газа. На этом я буду заканчивать обзор дымоходов. Скажу следующее. Вот эта вот ставка стандартная, что я обратил, 6 см на посадку. На минусе прокатывают вовнутрь. То есть, если вам надо обрезать трубу, вы элементарно обрезаете и состыковываете. Только ни в коем случае никогда не обрезайте плюс, если знаете, что у вас система еще будет использоваться. По особенностям, которые я обратил внимание, вот этот вот шов, вернее, кантик, он более ровный. Почему он получается таким, объясняю. У них есть разные системы, есть газоплотные резинки. То есть, изначально он может получаться такой более овальный, и потом при помощи вальцов, в ручном режиме, либо в автоматическом, его докатывают и делают такой плоский. Для чего? Чтобы загнать вот сюда вот силиконовую манжетку. Это для газоплотных систем. Но на больших диаметрах, как правило, здесь все просто. Вот изначально при формовке вот этого раструба плюсового соединения он получается вот такой. То есть, он не докатанный, немножко у него есть радиус какой-то. Ну, это не критично, но здесь система собирается немножко по-другому, конусно-видное крепление. Не знаю, я с этими креплениями ни разу не работал. Я не могу сказать, хорошее оно или плохое, но это крепление, которое под избыточным давлением, под сильным давлением. Я, в первую очередь, не промышленник. Я работаю с бытовыми отопительными оборудованиями, с бытовыми дымоходами. Мощностью там 50, но бывает 80, ну и 100 кВт. Единственное, что здесь еще должна быть наклейка. Стандарт 1856 европейский, который у нас был принят и первая, и вторая. Часть, благодаря которой вы можете ставить сертифицированные дымоходы. Вот эта вся продукция, она сертифицирована в Европейском Союзе. Эту всю продукцию, которую вы можете покупать. И кто знает меня, кто со мной работает, вы знаете, что я за сертифицированную продукцию. Я только за качественную продукцию, продукцию, которая проходит технические испытания. Все, с вами был Дмитрий Михайлов. Коммент бай, подписывайтесь на мой канал. До новых встреч, пока. Субтитры сделал DimaTorzok